В этом году будет 16 лет. Дело в том, что Ассоциация экспертов Сибирский Федеральный Центр Здоровительного Питания это орган, который занимается вопросами в том числе добровольной сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья, биологически активных добавок к пище. И особенностью центра является то, что мы подтверждаем медико-биологическую пользу продукции. И так получилось, что 10 наименований продукции компании Тиньши 16 лет назад подали и прошли вот эту сертификацию. Соответственно, вот тогда знакомство, наверное, плотно и произошло. Законодательно в нашей стране гарантируется минимальная безопасность пищевых продуктов. Ну, если говорить совсем просто, что человек съест и не отравится. Это здорово, это хорошо, это дополнительная гарантия для потребителя. Но все-таки, наверное, любому человеку, особенно который имеет какие-то нарушения в вопросах здоровья, интересно, а будет ли тот или иной продукт полезен. И вот вопрос медико-биологической пользы, он в обязательном порядке государством не контролируется. Это контролируется только в ходе добровольной сертификации. И повторюсь, в нашей стране пока мы единственная организация, которая подтверждает вот эту медико-биологическую пользу. И продукция компании Тиньши ее подтвердила. Ну, по крайней мере, те 10 наименований биологически активных добавок к пище, которые подавали. Вот хочу подчеркнуть, потому что это важно, то, что подавали, все прошло, эту экспертизу и подтвердило свои медико-биологические характеристики. Это вот прямо очень важно. Бытует мнение о том, что если питаться качественными продуктами питания, то биологически активные добавки не нужны. Но, к сожалению или к счастью, кто как смотрит, это миф. Сегодня формула правильного питания слагается из трех позиций. Это качественные продукты питания, это специализированные продукты питания, например, каша, обогащенная полезными минералами или другими компонентами. И в обязательном порядке биологически активные добавки к пище, которые привносят в наш рацион то, что мы с обыкновенными продуктами получить не можем в обязательном порядке. И вот если эти биологически активные добавки к пище, они обладают доказанной медико-биологической пользой, это значит, что потребитель может быть уверен не на 100, а на 200, на 300 процентов, что он получит результат. Почему? Ну, только потому, что пользу, о пользе говорит не только производитель, который, извините, заинтересован в сбытии своей продукции. Это нормально, но это просто вот как есть. Но еще и независимая кредитованная организация. В этом преимущество Тиньши, на мой взгляд. Потребление кальция актуально в любом возрасте, на мой взгляд, начиная от подростков, взрослых, пожилых людей. Потому что сегодня, например, вопрос остеопороза – это бич 21 века, причем бич не только проживающих на территории Российской Федерации, а всего мира. Сегодня мы видим детей и подростков, у которых нарушение минерального обмена приводит к достаточно серьезным сдвигам в области здоровья. Поэтому вообще заниматься восстановлением минерального обмена очень важно. А вот в структуре минерального обмена, конечно, кальций занимает одну из главенствующих ролей. Причины избыточной массы тела и ожирения, они различны. И, наверное, заочно очень сложно давать какие-то рекомендации. Но недаром мы начинали наш разговор с того, что продукция прошла сертификацию. У вас в компании есть такие методические рекомендации. Они защитены специальной акцизной маркой, то есть никто не скажет, что это вы сделали самостоятельно. Это дополнительная защита и повышение доверия с точки зрения потребителя. И вот там в этих методиках как раз и изложены схемы применения продукции, схемы питания. Это 330-й приказ Минздрава. Схемы питания при тех или иных формах нарушения веса. Извиняюсь. Нарушение веса. Потому что избыточная масса тела может быть связана, например, с тем, что человек просто неправильно питается. Это одна часть. А может быть связана с какими-то заболеваниями эндокринной системы. Это вторая проблема. И вот чтобы мы с вами не изобретали велосипед, мы с вами, я имею в виду, вы, уважаемые дистрибьюторы, а пользовались схемами, которые определены экспертами, которые несут ответственность за вот эту работу. Вы можете пользоваться этими методическими рекомендациями и каждый раз в том или ином случае подбирать эффективные схемы. Но подбирать не самостоятельно, потому что вы специалисты в области продвижения информации, я хочу подчеркнуть. А есть специалисты в области экспертизы. И так уж получилось, судьбе было угодно, что ваша продукция, такую экспертизу прошла. Она сведена вот в эти методические рекомендации. И если они у вас есть, или, по крайней мере, вы с ними знакомы, а, как правило, на информационных центрах они сегодня есть, то вы можете достаточно эффективно работать с любым потребителем. И что важно, на мой взгляд, что ваши рекомендации здесь не заменяют и не дополняют рекомендации врача. Они являются самостоятельной частью только не лечения, а устранения причин заболевания. В этом ваше преимущество сегодня на рынке. По сути дела, сегодня методические рекомендации – это перечни продукции компании Тиньши, которая 16 лет назад впервые прошла вот эту экспертизу и сведена ответственной организацией, это программа здорового питания, здоровья нации, в схемы применения. То есть при каждом нарушении здоровья, ну, наиболее распространенном, конечно же, да, в этих методиках предложены схемы питания, ну, то есть что можно есть, что нельзя, как это готовить, обыкновенное питание, супы, вторые блюда, салаты и так далее. И согласно 330 приказу Минздрава, индивидуализация питания больного в программах реабилитации включает в себя в том числе биологически активные добавки к пище. И согласно всем критериям, среди огромного перечня биологически активных добавок к пище, в эти методики включается то, что подтвердило свою пользу, об этом мы уже говорили. То есть это конкретный перечень питания, конкретный перечень биологически активных добавок к пище, который направлен на устранение причин заболевания. Так уж получилось, что мы, как эксперты, не можем быть вашими, в прямом смысле, партнерами. Да, мы не я, не мои ближайшие родственники, мы все находимся под подпиской о том, что на момент работы в центре, три года после, мы не можем продвигать продукцию оздоровительного питания. Я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что не количество лекций и количество проведенных встреч является критерием эффективности вашей работы, а ваш, ну, как бы, результат – это товарооборот. Это показатель того, что люди вас слышат, не просто слушают, а слышат. Я вам желаю, чтобы вместе с программой «Здоровое питание, здоровье нации» товарооборот ваших структур рос. Это значит, что люди вокруг вас, близкие, далекие, очень далекие, будут вам благодарны за ту помощь, которую вы им оказали. Спасибо вам!